Здравствуйте, дорогие зрители! Я желаю мира всем добрым людям, всем людям доброй воли, всем людям, для которых слово «честь» и «правда» не являются пустыми звуками. Мир – это самое ценное, что только может быть у человека, у народа. К сожалению, очень многие простые вещи, такие как свобода, как вода, как просто чистый воздух, люди начинают ценить только тогда, когда их потеряют. К этой же категории ценностей относится мир. Те люди, которые лишены мира, понимают, насколько он важен. Те люди, которые лишены родины, родной земли, понимают, насколько это важно. Уже 30 лет Азербайджан, наша соседняя республика, и я сам азербайджанец, лишена мира, потому что в одной соседней республике нашлись пропагандисты, которые стали внушать своему народу, что мы здесь самые древние, все в мире придумали мы, а вот эти все соседи, они пришлые, они кочевники, пусть убираются к себе на Алтай. И этим самым стали провозглашать свои права на территории, которые признаны международным сообществом как азербайджанские. При Советском Союзе так были сформированы границы. На момент развала Советского Союза там уже кипела война. Еще за несколько лет до развала Союза Горбачев там еще говорил свои долгие речи бессмысленные, вот эту болтологию всю про демократию, гласность, перестройка, плюрализм мнений. А там кое-кто уже прибирал к рукам азербайджанские земли и сгоняли силой азербайджанцев с тех мест, где жили они поколениями, столетиями. И к моменту развала Советского Союза так получилось, что вот эти соседи Азербайджана захватили 20% азербайджанской территории. Вы посмотрите на карту России. Я прежде всего обращаюсь к русской части населения, либо к тем людям, которые понимают по-русски как минимум, на территории нашего бывшего СССР, на территории того мира, где по-русски разговаривают, понимают. Это и Германия, и Израиль, и Америка, масса стран, где живут наши бывшие сограждане. Это всех нас касается. Я сейчас объясню, почему. Посмотрите на территорию России, попробуйте оттуда взять любой кусок 20%, чтобы вы поняли, как это много, чтобы вы поняли, как это дорого для значительной части азербайджанцев. Миллион беженцев в Азербайджане до сегодняшнего дня. Мне могут возразить, что из этой соседней республики тоже были беженцы. Они тоже прежде жили в Азербайджане. Да, есть беженцы. Это явилось следствием. Но бежали они почему-то не в эту соседнюю республику. Они все вот приехали сюда, в Россию, и здесь объявили себя беженцами. Ну, беженцы, дайте нам квартиры, дайте нам то, дайте нам это, создайте условия. И им создали эти условия. Процесс оттока из соседней республики, население продолжается до сегодняшнего дня. Там на сегодняшний день осталось всего лишь 2,5 или 3 миллиона населения. И жить там по большому счету и работать некому. Да, и столько же территории китайцам, там 50 миллионов человек по месяцу, и будут прекрасно жить. А этим тесно, этим хочется еще захватывать. Кому этим? Я не имею в виду весь народ этой республики, всю национальность. Я бесконечно далек от огульного охаивания этой национальности и этого народа. Этот народ сам является жертвой некоторых политиков, грязных политиков, которые при помощи вот этой войны, которые при помощи вот этой межнациональной розни захватили в свое время власть в этой республике. Дальше они перехватывали, грызлись друг у друга эту власть тоже при помощи национализма, тоже при помощи этой войны. Недавно в этой республике произошла цветная революция. Слушайте, все разумные люди, мы уже знаем, откуда происходят эти цветные революции. Кто ими руководит? Кто кукловод? Так вот, в результате цветной революции, в результате вот этого хищнического захвата власти пришел президент Никола Пашинян, целиком проамериканский, выходец из гнезда Джорджа Форреса, того самого, который мутит воду по всей планете. Кто там, кто сам устраивает революции, потом спекуляции на этом наживается. Наживается на горе, наживается на слезах материнских, наживается на бедах людей. Точно такая же революция произошла вот в этой соседней республике с Азербайджаном. И как всегда получается у таких вот цветных революционеров, дела не очень-то клеятся. Экономика как была в разрухе, так еще хуже стала. Тут коронавирус, никому не хорошо от коронавируса. Там и подавно справиться не могут, очень плохо, плохое положение в этой соседней республике. И что же приходит в голову вот этим довольно подлым политикам, которых воспитал Джордж Форрес? Им приходит в голову устроить провокацию, военную провокацию с кровью, со стрельбой, с жертвами, с плачущими матерями. Рассказываю по порядку. Вот посмотрите на карту, пожалуйста. Вот то, что серое внизу и слева, это Нагорный Карабах и еще 7 оккупированных азербайджанских районов. То есть не только Нагорный Карабах, но 7 прилегающих азербайджанских районов тоже оккупированы на протяжении 30 лет. Изнанные оттуда все до одного азербайджанца. А провокация происходит не на границе Карабаха и вот этих 7 районов и основной территории Азербайджана. Нет. Провокация происходит совсем в другом месте, бесконечно далеком от Карабаха. В Таузском районе 500 км от Баку, 100-150 км здесь уже до границы Грузии. Пересечение границ трех кавказских республик, понимаете? Самое взрывоопасное место на Кавказе. И там происходит провокация. В чем она состояла? К сожалению, это всегда так. Их пропагандисты без лжи жить не могут. Они вздох не могут сделать без лжи, без неправды. Они рассказывают про то, что с азербайджанской стороны поехал УАЗик, чтобы захватить какой-то там их укрепленный пост. Кто в это может поверить? УАЗик? Ну, такой средненький джип. И на нем поехали захватывать пост. Послушайте, сейчас положение не такое, как в начале 90-х. Азербайджанская армия вооружена как следует. Есть и танки, есть и БТР, есть что угодно, есть беспилотные самолеты, есть авиации. Надо было бы захватить, послали бы соответствующим образом вооруженную группу. А это пограничники. Надо понимать, есть армия Азербайджана, есть пограничная служба Азербайджана. И вот обыкновенные пограничники, если из оружия есть пистолетик какой-нибудь, вот они поехали делать объезд по этой границе. И с той стороны тоже так делают, тоже ездят на каких-то машинах, проверяют, все ли в порядке между постами сообщение какое-то. И вот этот УАЗик расстреливают. Гибнут люди, гибнет офицер, гибнет солдат. И вот с этого все началось. А неужели надо было расстреливать этот УАЗик? Даже если бы он заехал на территорию вот этой соседней республики, зачем его расстреливать? Между пограничниками этих двух даже враждующих стран есть связь, есть рация. Позвоните, свяжитесь, скажите, зачем вы заехали на нашу территорию? Уезжайте обратно. Ну, бывает же, самолеты тоже пересекают. Самолет летит, пересекает чью-то чужую территорию. К нему по радио обращаются, значит, не слышат по радио. Прилетает истребитель и говорит, давай-ка в сторону, отодвигает, перехват. Почему здесь так нельзя было сделать? Потому что провокация нужна была. Потому что было необходимо устроить бойню не на границе Карабаха и Азербайджана, а на границе признанной границы этой соседней республики и Азербайджана. Для чего? Я догадываюсь, для чего. Дело в том, что Азербайджан не входит в органы совместной безопасности, которые образованы между некоторыми странами СНГ. В частности, есть такая организация ОДКБ, организация, которая контролирует безопасность. В эту организацию входит вот эта республика, Россия, Казахстан, Киргизстан, конечно, Белоруссия. То есть несколько бывших советских республик входят в эту организацию. Спросите меня, почему Азербайджан-то не вошел? А как можно входить в союз безопасности с тем, кто оккупировал 20% твоей территории? Пусть сначала освободят эту территорию, а потом поговорим о союзе. Четыре резолюции ООН требуют немедленного освобождения оккупированных районов Азербайджана и Карабаха. Ни одна из этих резолюций не выполняется на протяжении почти что 30 лет. Говорят, давайте миром, давайте переговорами. 30 лет переговариваются. 30 лет Азербайджан пытается решить миром. 10 лет Ельцин уговаривает. 20 лет Владимир Владимирович Путин уговаривает. Давайте миром, давайте без стрельбы. А они устраивают провокацию на международно признанной границе вот этой республики и Азербайджана с тем, чтобы вовлечь Азербайджан на войсковую операцию на территории этой республики. Потому что в этом случае по уставу ОДКБ армии всех стран, которые входят в эту ОДКБ должны войти на территорию боевых действий и остановить агрессора. Слышите? Теперь агрессором становится Азербайджан. Агрессор, который на протяжении 30 лет удерживает 20% территории Азербайджана. Добренький, хорошенький. А вот теперь Азербайджан должен стать плохим. Это нетрудно понять. Это может понять любой более-менее разумный человек. Я понимаю, что многие из вас сейчас скажут, Сталик, ты нам это все зачем? Ты давай кулинарию свою. Нет, ребят, сегодня не будет кулинарией. Я это за тем, что это касается не только меня, потому что я азербайджанец. Не только 10 миллионов азербайджанцев, которые живут в Азербайджане. Не только еще 30 миллионов азербайджанцев, которые живут в Иране. Не только еще несколько миллионов азербайджанцев, которые рассеяны по всему миру. Это касается и вас напрямую. Я знаю, что меня смотрят зрители и из Киргизии, и из Казахстана, и из России, и из Белоруссии. У меня зрители отовсюду. Это всех вас касается напрямую. Потому что вот эта республика провоцирует не просто вооруженный конфликт, нам постреляли, ха-ха-ху, разошлись. Нет, это будет большая серьезная война, кровавая война, на которую снова начнут посылать вас ребята. Вы женились недавно, вы строите свои семьи, вы приходите ко мне для того, чтобы научиться готовить вкусную еду, а вас пошлют на чужую землю. Воевать за непонятно чью землю, воевать за непонятно чью безопасность. Если вы достаточно взрослый человек, приближаетесь к моему возрасту, наверное, у вас сыновья есть, либо дочери, у которых есть мужья, либо молодые родственники, ребята, которые служат в армии в данный момент. Скажите, пожалуйста, кто желает отправления наших ребят в очередную горячую точку? Я хочу спросить строками из песни великого Марка Бернеса. Хотят ли русские войны? Хотят ли войны казахи? Хотят ли войны киргизы? Хотят ли этой бесконечно чужой войны белорусы? Что, своих проблем не хватает? Запомните, вас сегодня втягивают в эту войну. И это будет не война ОДКБ Азербайджана. Турция заявила, что да, мы две страны, но мы один народ. И Турция заявила о том, что при необходимости вмешается в этот конфликт на стороне Азербайджана. Вот только очередной русско-турецкой войны нам всем и не хватало. Вы знаете, сколько этих русских и турецких войн было? Вы знаете, сколько на предков русских людей полегло в этих войнах? Сколько турков? Ладно, турков не будем считать. Про русских поговорим. Сколько этих войн было? Что, еще одна? Послушайте, это будет такая война, то, что сейчас происходит в Сирии, покажется просто детскими жалостями. Потому что в данный момент по всему Азербайджану проходят митинги. Молодые ребята, молодые мужчины выходят на площади, идут по дорогам, маршируют со знаменами Азербайджана, речевки кричат, требуют дать им оружие и отправить на фронт. Это нечто новое. И прежде там случались обострения вот этих вот приграничных конфликтов. Сильное обострение было в 2016 году. Но вот такого массового проявления патриотизма среди азербайджанского населения и вот такой массовой готовности азербайджанского народа в конце концов прекратить вот этот вот беспорядок, в конце концов прекратить эту оккупацию, в конце концов вернуть законные земли Азербайджана в состав Азербайджана и вернуть беженцев туда, откуда их изгнали. Изгнали с родной земли, изгнали от родных могил. Не могут люди поехать на могилу деда прочитать молитву и поплакать. Не могут люди вернуться к своим родным очагам. В разрухе там все стоит. К сожалению, в последнее время слово война как-то девальвировалось. Возникают в обществе какие-то шапкодезакидательские настроения. Мол, где война? А, закидаем шапками. Такое было перед Второй мировой войной. Пели песню, если завтра война, если завтра в поход нас, товарищ Сталин, веди вперед. А после войны пели другие песни, песни, которые сегодня забыли, к сожалению. Вот тот же самый Марк Бернес пел песню, которую я давно не слышал ни по телевидению, ни по радио. Никто не поет ее. Она называется так. Враги сожгли родную хату, убили всю его семью. Куда теперь идти солдату? Да, война на чужой территории кажется клевым приключением. Только я не знаю, есть ли такие люди среди нас, кто хочет пойти и сжечь чужую хату, убить семью другого солдата, который ничего плохого тебе не сделал. И все это будет следствием идеологии, которая совершенно аналогична идеологии, которую исповедовали в Германии перед Второй мировой войной. На чем фашизм стоял? Гитлеры и фашисты, их пропагандисты, объяснили немцам, убедили их, что мы самые лучшие люди. Вот эти славяне, они не заслуживают населять эти территории. Мы пойдем, мы будем владеть, а они будут нашими рабами. Мы лучше них, поэтому мы завоюем их территорию. И каждый немец получит там наделы в России. Чернозем, все будет как положено, будете жить припеваючи. Захватим Украину, Белоруссию, Россию. И пошли. И чем это кончилось? Для немецкого народа это очень плохо закончилось. То же самое происходит вот в этой соседней республике. Этот несчастный народ, который очень плохо живет там, в этой республике, они начинают жить хорошо только когда уезжают в Россию, когда уезжают куда-то там в другие места. Вот там начинают зарабатывать. Вот этот несчастный народ, вот этот замордованный народ от этих неурядиц, от этих экономических проблем, ему постоянно внушают, что виноваты во всем азербайджанцы, виноваты во всем турки. А мы древние, мы хорошие, мы все придумали. Шашлык мы придумали, все блюда восточной кухни мы придумали, огонь тоже мы придумали, воду тоже мы придумали. Вино наш дедушка Ной сделал. И поэтому мы имеем право на вот эти все территории. Они мечтают не только о территориях Азербайджана, они мечтают и о территории турецких городов. Я недавно публиковал рецепт шашлык по-карски. И потом вижу поток огромных людей с особыми фамилиями, которые легко узнаваемые. По их фамилиям можно узнать, какой они национальности. Приходят, матом ругаются, какие-то гомосексуальные угрозы, какие-то оскорбления в мой адрес. И призывы, ты плохо учил историю, иди учу историю. А Карс всегда был городом, который принадлежит нашей национальности. Ну, я пошел учить историю. За этот Карс Россия в русско-турецких войнах трижды билась. Трижды осаждали Карс. И только на третий раз смогли взять. Неприступным был Карс. Неприступным его сделало население, которое жило в Карсе. Это кто такие молодцы? Кто так Карс здорово оборонял? Это представители вот этой национальности? Молодцы, герои. Выходит, вы с русскими воевали, а теперь ищете у русских защиту? В Карсе вот как обстояло дело. В этом городе проживали представители этой национальности в очень небольшом, незначительном количестве. За буквально 20 лет, как Россия вошла вот в этот Карс, Карс стал российским городом, он принадлежал России, кажется, если я не ошибаюсь, с 1877 года по 1921 год, а потом отдали обратно в Турцию. За 21 лет население вот этой вот национальности в Карсе увеличилось в 20 раз. А турков там осталось 745 человек на весь Карс. Понимаете? Ну там жило немножко русских, немножко курдов, немножко азербайджанцев еще. А турков, вот именно турков, осталось 745 человек. В 1921 году отдали Карс снова Турции. Русские оттуда уехали. Уехали представители вот этой национальности сегодня в Карсе. Может быть и можно найти, но они представлены крайне незначительной численности. И мне пишут вот это вранье, которое повторяют, которое внушают представителям этой национальности их пропагандисты. Такие пропагандисты, резинотехнические изделия. Они говорят, что Карс стал турецким в результате того, что в 1915 году там случился геноцид. В 1915 году Карс принадлежал России. Вы понимаете, как устроено вранье у этих пропагандистов? Я вот вам эту историю насчет Карса рассказываю только для того, чтобы вы поняли, как устроено вранье. А им верят. И русские ребята зашли и посмотрели вот этот ролик. Против меня там один шавка такая вот жирная, лохматая, с дурно пахнущим ртом. Оскорбляла меня, как хотела. Вот эта шавка натравила в том числе и русских на меня. Они ко мне приходят и говорят, что ты националист. Нет, я не националист. Может быть, это сейчас глупо звучит, но я интернационалист. И я продолжаю уважать и ценить друзей этой национальности, с которыми я подружился еще задолго до этого конфликта. Я понимаю, что представители любой национальности – это люди разные. Но нет 5 пальцев одинаковых на руках, понимаете? И люди в любой национальности разные. Но, к сожалению, в сегодняшнюю политику, в сегодняшнюю первую скрипку играют откровенные лжецы, подлецы и преступники. Преступники, которые пытаются снова разжечь войну на южных рубежах России. Зачем я к вам обращаюсь, дорогие мои зрители? Я к вам обращаюсь за помощью. Вы можете спросить мне, Сталик, а что мы можем сделать? Мы же простые люди. И вы можете сделать. Пожалуйста, распространяйте этот ролик. Люди в России, в Казахстане, в Киргизии, в Белоруссии, в всех странах, в которых это касается, и во всех других странах должны понимать, в чем суть. Азербайджан провоцирует сознательно на международно признанных границах. Границы Карабаха никем не признаны. Эта республика пыталась провести признание этих границ в рамках ОДКБ. Большое спасибо Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Он сказал категорически, что нет, этого не будет. Карабах, Азербайджан. Никакой границы мы там признавать не будем. И в случае, если Азербайджан пойдет на Карабах, то мы вступать в эти боевые действия не обязаны и не будем. Поэтому устраивать провокацию совсем другой. в другой части республики. Посмотрите несколько кадров, как проходил вчера митинг в Баку. Аналогичные митинги проходят везде. Азербайджанский народ больше не хочет терпеть. Я знаю, что политики все еще склонны к мирному решению вопроса. Все еще склонны к тому, что что-то можно решить на переговорах. А народ больше не верит в переговоры. Сложилась опасная ситуация. Народ безоружный. Но в руках народа огромная сила, сила, которая называется правда. Вы помните, как Данила Багров из этого фильма говорил? В чем сила, брат? А сила в правде. Сегодня правда на стороне азербайджанского народа. И я прошу вас, умоляю вас, не дайте состояться этой провокации, не дайте себя обманывать. И распространяйте этот ролик, пишите правду о том, что происходит, что происходит грязная провокация. В очередной раз представители вот этой республики хотят таскать каштаны из горячих углей русскими руками. У вас руки для этого были созданы? Думаю, что нет. Еще раз всем желаю добра. В том числе и желаю проснуться, скинуть пелену вот этот морок, который напал на армянский народ. Очнитесь, очнитесь. Вас используют грязные политики в грязных целях. Перестаньте, хватит быть пешками в их грязной игре.